Всем привет, всем здравствуйте! С вами Ярослава Геринг и видео со слепыми затестами от Елены из Воронежа. Номер два. Итак, кто не видел предыдущее видео, напоминаю, что это второе видео слепых затестов от Елены. У неё совершенно потрясающая коллекция, невероятные ароматы, с которыми она меня знакомит. И могу сказать, что мне очень много ароматов нравится из её коллекции, поэтому готовлю денежки. Ай-яй-яй! Итак, коробочка, в которой мне пришли ароматы, и заветный конвертик с ответами. Кто не видел первое видео, по ссылочке, пожалуйста, проходите и смотрите. И познакомьтесь, и вы тоже с её невероятными ароматами. Мне пришло 12 флаконов. Первые 6 мы уже открыли. И теперь ответы для номеров с 7 по 12. Итак, я разносила эти ароматы на себе. Мне кажется, что я ничего не знаю об этих ароматах, что у меня в коллекции такого нет. И попытаюсь сейчас с вами их по-новому послушать. Я их разнашивала на коже. Каждый день новый аромат. Но надо послушать и на блотере тоже, потому что, скорее всего, то, что я записала в свою волшебную книжечку, то, что я слышала с кожи, наверное, мне даст какое-нибудь другое звучание и с блотером. Итак, мои волшебные блотеры. И 7 ароматов. Нет, 6 ароматов. Начиная с номера 7. Поехали. Итак, номер 7. Послушаем тебя сейчас таким образом. Хочу сравнить с моим первым описанием. Итак, он женский. Действительно, на мужчине я его представляю себе с трудом. Мне кажется, что это не унисекс. Сладкий достаточно, но абсолютно не приторный. И это очень хорошо. Может быть, здесь есть, я написала, вообще, наверное, арбуз даже какой-то. Мне кажется, что здесь может быть какой-то фрукт, в котором много воды. Вот ощущение такое. Значит, роза, ваниль, какие-то красные ягоды. Наверное, может быть, ванили. Ой, может быть, малина. А может, вообще арбуз. Вот что я написала. Немножко помадный. Значит, здесь может быть ирис, к примеру, или фиалка. Помадный. Ну да, такой немножко косметический. Несладкий, очень красивый. На мне раскрылся фруктами, ягодами и мускусом. Негромкий. Стойкость, ну, достаточно средняя. Шлейфа особо нет. Ну, очень хороший, красивый аромат. Что-то такое. Я вот как-то не могу вспомнить, где я такое слышала. Абсолютно, я думаю, что это ниша. Не пойму, вот чем он мне раскрывается. Может быть, здесь есть розовый перец. Мне вообще розовый перец очень нравится. Он для меня, этот аромат, какого-то нежно-розового цвета. Да, нежно-розовый такой. Вообще, видимо, что здесь что-то всего много розового есть или красненького. Я не могу сказать, что он свежий, но свежесть присутствует. Здесь свежие фрукты. Цветы. Наверное, фиалка. Вот наподобие такого у меня что-то есть от бренда Изабей. Но это не он. Во всяком случае, тот Изабей, который у меня есть, так не звучит. Женственно. Вот красивый. Какая-то нота, которой я вот никак не могу с ней разобраться. Давайте посмотрим, что это такое. Я уже по опыту знаю, что Лена запечатывает ароматы со страшной силой. Поэтому, если вдруг я заморочусь с раскрытием каждого конвертика. Сейчас я его вот так вот надрежу. Это я уже помню, что вот так вот надо делать. Я на убыстренную съемку все поставлю, потому что их раскрывать достаточно тяжело. Итак, вот запечатанные все конвертики. Я ищу номер 7. Вот он, самый малюсенький. Ножницами-то не подкопаться. Лена. Так, я начинаю. Так, нашла я, по-моему, способ его открыть. Итак, что это такое? Это я не вижу. О, интересная штука. Да, такого у меня нет. Где-то у меня очки были. Представляете, мне приходится даже смотреть по очках. У меня здесь темно. Вечер. Я после курсов, когда я устаю, я начинаю видеть так немножко плохо. Сейчас у меня в очках улыбаются. Вуала. Как он? Мне нравится. Нет, очень мелко. Я вам здесь, естественно, все это напишу, расскажу. Лаванда. Ирис. Вот, ирис есть. Ежевика. Клубника. Говорю, что там какие-то красные фрукты. Арбуза нет, но какие-то красные ягоды есть. Черная смородина. Что ж я тебя не узнаю? Не рули. Очень много ингредиентов. Нот полно. В общем, аромат, он действительно такой. Много здесь всего. И, кажется, даже вот масляное пятно осталось. Я говорю, он стойкий, достаточно стойкий. Шлифить, может быть, нет, но очень много здесь всего. Морские ноты. Вот, я же говорю, какой-то... Я думала, что это водное что-то, как арбуз, наверное, потому что воду слышала. А, все. Интересно. Нет, такого у меня нет. Это что-то очень интересное. Вот мелко очень, не вижу нифига. Как же называется? Октобер. Октобер лайк. Бруно перручи. Ну, это что-то итальянское. Перручи, Бруно. Ну, это все в итальянском стиле. Очень интересненько. Спасибо большое. Такого нет. Такого мы не знали. Мы не проходили. Нам не задавали. Дальше. Откладываю этот блотер. Номер восемь. Номер восемь. Новый блотер. Так. Она себе на руку, естественно, набрызгала. Как же без этого? Вот. Это же вот интересненько. Очень интересный аромат. Написала себе. Сначала написала и зачеркнула. Гурманика. Потом. Нет. Зачеркну его. Вроде что-то с печеньем. Тоже зачеркнула. Нет. Печенье. Такой странный. Очень странный. А может, ты вообще несъедобно написала? Палочки, как пало санто. Специи, как мускатный орех. И что-то такое, такое специевое, очень странное. Мускатный отмин. Что-то кухонное написала даже. Наверное, поэтому мне сразу на еду потянуло. Уже совершенно даже не хочется писать гурманское. Какой-то бальзам туда добавили. Немножко сладенькое. Не совсем та гурманика, которая мне нравится. Мне нравится ванильная гурманика. А здесь я не знаю. Может быть, даже слива есть. Она мне сейчас вот с блоттера. Я здесь не написала. Даже сливить начало. Ну, очень странное. Я не пойму, что это такое. Вот, написала. Может быть, немного молочной. Какая-то подгорелая пенка каши. То есть, вот это все вместе. Представляете? Каша чуть-чуть подгорела. На ней молочная пенка. Пенка. Туда добавили мускатного ореха. Это какая-то гурьевская каша получается. Манку делают так. Изюм туда добавляют. Еще что-то. Какие-то сушеные сливы. А потом вдруг начинает пахнуть... Нет, не бензин, мазут. Что-то странное. Бальзамическое. Все, больше ничего не написала. Для меня это осталось загадкой. Растиркой пахнет. Потом не пахнет растиркой для тела. Потом вдруг вылезает какой-то типа мускатного ореха. Потом он затихает. Пенка вылезла от каши. А потом опять растерли чем-то от радикулита. Не знаю, что это. Ваниль. Ну, может быть, где-то ваниль есть на минималках, но... Я не могу понять, что это. Сухофрукты. Что это такое? Я не могу понять. Так. Это самый непонятный для меня аромат. Номер восемь. Номер восемь. Открываю. Потому что очень любопытно. Я такого вот вообще не знаю, что это. Представить не могу. Так, поехали. Так. Так-так-так. Что это такое? Боже мой. Скирон. Скирон. С4П. П. Что это такое? Цветок миндаля. Да. Китайская корица. Ну, вот, наверное, корицей пахнет, да? Гурьевской каши, кстати. Корицу добавляю. Гурьевскую кашу. Шалфей. Вот, наверное, такую дает нотку. Гвоздика, как пряность. Гвоздика. А я ее с мускатным орехом перепутала. Мира. А это что такое? Вестерия. Я не знаю. Пальма-роза. Бупонокс. Гуаяк. В общем, это очень странно. Смогу ли я такое носить? Я, наверное, вряд ли. Ну, вот, я не знаю, куда. Вот, серьезно. Я так на себя примеривала. Ну, вот, куда его одеть? Ну, здесь нет лактонных нот. А мне вот показалось, что, может быть, здесь какая-то есть вестерия. Я не знаю, что это такое. Цветок миндаля, может быть, дает какую-то вот пенку молочную. Не знаю. Ну, очень необычно. Но то, что специи есть, я поняла, но не поняла, что это гвоздика, а не шалфей. Очень интересно. Удивило, только удивило. У Лены вообще такие ароматы. Друзья мои, вам надо обязательно посмотреть ее видео, чтобы познакомиться с новыми брендами. Потому что это для меня тоже удивительное открытие. Я такого вообще не нюхала. Да? У меня тоже коллекция, в общем-то, большая. И у меня почти 300 лаконов. Ужас. Ну, много чего нет. Так, далее. Номер 9. Номер 9. Это новый чистый. Я сейчас посмотрю, что я о нем написала. О! Вот точно. Прямо сразу в нос ударяет яблочный сидр. Прямо яблоко на мой нос очень сильно слышно. Особенно с кожи. Очень играет этот аромат. Он вообще не остается никогда одним и тем же. Он каждые 2 минуты меняет вообще свое направление. Пишу. Яблочный сидр или карамельки какие-то яблочные. Потом вылезла животинка с индолом. Индольный аромат. А что у нас индолит? У нас индолит лилия. Индолит жасмин. Поэтому здесь чувствуется присутствие белых цветов. Поэтому наверняка все это дело здесь есть. Аромат прям на грани вонючести и прекрасного. Как написала. Очень нравится своей необычностью. Здесь прям я потом расскажу, что дальше. Сладость цветы типа. Может быть есть фиалка, потому что вот чуть-чуть пудрит. Но не так уж прям много. У меня под вопросом остается и рисфиалка. Ну, прям вот совсем под вопросом. Кстати, замыливается. Вот такую мыльность тоже иногда дает жасмин. Очень чувственный животный. Может быть мускус с бобром. Потому что животина вылезает такая бобровой струей. Прям к тебя хлещет. А может это просто индолит жасмин. Какой-нибудь цитрус до оскомины. Я думаю, что это может быть бергамот, лимон. Но если это фрукт, то тоже с какой-то кислинкой. Это не сладкий фрукт. Типа айвы. Кроме яблока. Может быть какая-то айва есть. Я не знаю. У меня нет ни одного аромата с айвой. Так, чтобы сравнить. В этом случае я думаю, что нет. Ну, что-то как это вот. Прям вот слюней полный рот набирается. А в базе вообще ваниль с вишней. Я когда носила на коже, когда у меня все это дело выветрилось, у меня вылезла сладкая база. Очень необычно трансформируется. Это прикольно. Очень разные раскрытия в течение 15 минут. Меняет свое настроение. С блотера слышу индольную животину или индольный жасмин или бобра. Но так же может раскрываться и уд. Есть такой фекальный уд. Поэтому этот уд или индол или бобер, он скрывается за какими-то сладкими нотами. То есть не сразу прям вонючий до прекрасного. А где-то в кустах сидит, притаился. Хотел сказать, и попердывает. Нет. И вот где-то он там чуть... Ну, это, черт возьми, это красиво. С одной стороны, это что-то... Ну, это такая ниша, которую, если человек привык к люксу, он на это как-то посмотрит очень странно. Вы знаете, в какую сторону? Вот такое кто бы мог сделать? Такое мог бы сделать... Не написала я это. А вот почему я не написала. Потому что... Да, я, наверное, подумала, но не написала. Это может быть как-то в стиле амуаж. К примеру, я нюхала, но не приобрела. Один из последних. Это King Blue, мне кажется. Да, King Blue. Мужская такая версия. Он у меня пах осенизацией. Но там это вообще просто караул. Здесь нет. Ну, вот куда-то туда, в ту сторону. Ну, это не King Blue. Ну, что-то вот из серии таких вот... Немножко вонюченьких ароматов. Но он классный. Я уже нюхала ароматы с индольным жасмином. Вот на грани. На грани. Балансирует. Ну, тебя не окатывает, по-моему, из ведра. Вот. Мне нравится. Номер девять. Потому что здесь, ну, такая необычность. Так, ответ девять. Отсвечивает немножко. Раскрываем и смотрим, что это такое. Ну, у меня такого точно нет. Потому что я такие ароматы немножко... Вонюченькие. В общем, не накапливаю у себя в коллекции. Итак, смотрю, что это. А, говорю. Как будто я вообще знаю такое. Я этого не знаю. Это Езебел Анка Кус Парфам. Что здесь есть? Шоколад, груша. Хорошо. Роза, ваниль. Марокканский жасмин. Жасмин немножко здесь такой подванивает, да? Да. Асмантос. Сандаламбра. Мадгаскарская ваниль. Бабутин. В общем, здесь даже бобра нет. Вот удивил он меня. Почему же он мне... Ну, это жасмин им долит. Такой жасмин прямо на грани. В общем, из того, что я сказала, мало чего здесь есть в этой пирамиде. Наверное, вот на мой нос как-то так. Ну, это очень интересно. И такого бренда я не знаю. Продолжает Лена меня удивлять. Далее. Откладываю блотер. Номер 9. Откладываем. Десятый. Отсвечивай, да? 10. Очень интересно. Прямо Лена-экспериментатор. Такие разные ароматы в коллекции. Желтенькие возьму. На номер 10. Ага. Ох. Здесь лакрица, мне кажется. Да. Мне пахнет лакричными конфетами. Такие, которые вот раскручивать надо в трубочку. Вот их, не трубочку, а ролики какие-то их сворачивают. Но очень медицинская эта лакрица. Медицинский вначале, как кабинет зубного. Потом раскрылась жжёная карамель. Даже какая-то булочка. Но запах пломбы не исчез. То есть, ну, видимо, вот лакрица. Прямо пломбой пахнет. Представляете? Я, конечно... Вот ниша. Ну, как в люкс бы такой просто не сотворил. Это ходить и пахнуть пломбой. Офигеть. Это так интересно. Он тоже раскрывается. Прям... Или анестезия, я написала. Вот анестезия тоже может так пахнуть. Такая вот нота. Через 10 минут он горько-пряный. Может, амбра с лакричником вместе. Может, даже анис немножко. То есть, вот даёт какую-то нотку такую звонкую. Даёт звонкую ноту уже застывшей пломбы. То есть, если сначала пломба такая мягкая, её только кладут в зуб. А потом вот она так застывает. Специи, может, типа кориандра и чего-то сладкого, притерного и табачного. Табак. Начала слышать табак. Очень стойкий, громкий. Для меня прям невозможный в носке. Может, потому что я лакритцию очень люблю. В одном направлении с лютейнсом, типа туркиш фуме. Или тот, который у меня есть в небоскрёбе, который называется без названия. Анноминабль, что-то такое. В общем, там есть. Но это в одном направлении. Кто знает вот этот туркиш фуме, вот где-то туда. У меня такого нет. Это интересно. Сейчас пломбы действительно уже нет. Она прям вначале огорашивает. Анестезию как тебе забабахивает. И потом сладенько. Не знаю. Не знаю, что это такое. Номер 10. Вообще. Ну, у тебя и ароматы, Лен. Обязательно идите её посмотрите. Что-нибудь новенькое. Надо постоянно что-то новое для себя открывать в парфюмерии. Потому что, ну, смотрю, я блогер. Ну, вышел аромат. И всё. И пошли по моде. А иногда надо против течения. Вот так. Вот Лена у нас против течения. Плывёт. Это хорошо. Вот. Что это? Это Йосет Парфюм. У меня есть один из Йосет Парфюм. Потому что это швейцарский бренд, насколько я помню. У меня есть один парфюм. И у него, кстати, есть какая-то гурманская коллекция. Я даже заказывала себе пробники гурманской коллекции. Вот такого я не помню. Наверняка это к гурманике относятся. Кофе. Табак. Ну, табак, да. Дыня, киви, мята и чай. Где лакричник? Я не пойму, что так пахнет. Табак, да. Я прямо сказала, что он раскрывается. Но вначале анестезию что даёт? Мята. Я думала о низ. А тут мята, чай. Вообще не слышала чая. В базе кофе. У меня кофе так не пахнет. Для меня это лакричник. Ну, на мой нос вот так. Зубной кабинет вначале. Я пока остаюсь при своём мнении. Но от Юсет я посмотрю, есть ли у меня ещё пробники. Это вот гурманская коллекция. Но я ни одного аромата от них не взяла к себе в коллекцию. Потому что у них все ароматы, вот эти в гурманском направлении, все странные. Я помню, что мне как-то не зашло. А Лене вот понравилось. Хорошо, интересненько. То есть я даже вслепую понюхала и поняла, что это, в общем-то, не моё. Интересно. Очень интересно. Спасибо. Номер 11. Вот с этим у меня вначале произошёл конфуз. Такого синенького цвета. Потому что как только я его нанесла, я подумала, что это на руку. Это у меня с руки. То есть это смешивался аромат с моей кожей. Я сначала подумала, что Лена просто смеётся как-то надо мной. Думаю, зачем она мне дала. Освежитель воздуха. Ёлочный освежитель воздуха. Потому что он с самого начала пахнет ёлкой. Ну, такой туалетной. Я подумала, наверное, изливается. Поносила. Вообще-то. Потом я к этому аромату подошла ещё раз. И там я уже услышала среди этих ёлок и поняла, что это парфюм дорогой, а не освежитель воздуха. Хотя, может, конечно, ошибаюсь. Может, наверное, нет всё-таки. Но это со второго или с третьего раза. Вот он у меня всё освежителем пахнет. Я учувствовала помело или грейпфрукт. И думаю, что это помело очень часто даёт какую-то ёлочную нотку вот своим вот этим мякишем белым, брожилками этими белыми. Я начала слышать помело. Я начала слышать много других цитрусов, но в ёлочном лесу. Здесь много ёлки, сосна. Такой-то Новый год прям с цитрусами. Но всё равно вот есть какая-то для меня лично вот это вот звучание. Я не могу избавиться, что здесь столько много ели, что у меня вот ассоциация, вот как она пошла с этим дезодорантом, так он не отпускает. Хотя я начала слышать вот помело. Помело. Цитрусов очень много. Они прям все вперемешку. И больше даже цедры. Что я себе здесь написала? Прямо самое первое. Рома для туалета. С таким знаком вопроса, что это, Лена? Хвойный. Мне как-то непонятно. После двух-трех минут ситуация чуть улучшилась. И в этом хвойном безумстве появилось что-то водное и даже чуть-чуть табачное. Но, прошу прощения, было ощущение, что кто-то сидит в туалете, курит, чтобы смывать из вода табак. Но всё это как-то легко. Это уже, наверное, больше пошло, чтобы найти чего-то, за что-то зацепиться. Потом опять стал другим. И потом горькие цитрусы с ёлками, помело, цедра, немножко акватики. Я больше не могу разобрать. Сейчас, например, с бумаги вышло что-то сладкое. Сладости на своей руке я вообще не чувствовала. А сейчас вот чуть-чуть что-то туда затесалось такое. Не ванильное, конечно. Но какая-то вот сладенькая нотка есть. Но вот чуть-чуть. Может быть, на блотере потом будет видно. Но он стойкий. Вы посмотрите. Смотрите, как его размазало по блотеру. Он даже вот так показывает. Не знаю, видно вам или нет. Интересно. Я обращаю внимание на такие разные знаки, почему так набрызгалось. И он масляный. То есть здесь видно, что... Смотрите, какой остался след. Нет, ну здесь, конечно, сейчас начало что-то дорогое вылезать. Ну, смотрим. Ты меня в ступор ввела, дорогая Лена. Невероятно просто какое-то ощущение. Как на качелях меня прокатило. Так. Что это такое? Смотрю. Одиннадцатый номер. Да, одиннадцатый. О. Каравик. Что это такое? Каравик. Сиам, 1928. Лаванда. У меня еще с прошлого раза не заладилось с лавандой. Что-то у меня прям... Странно, на меня аромат с лавандой действует. Гальбанум. Манго. Манго иногда елки дает. Как кокос, магнолия, дубовый мох, сандал, кедр. Так, кедр я слышу сразу. Сказала, там елки-палки какие-то. Значит, елки есть. То есть это не помело. Я цитрусов очень много слышала. А здесь манго, который дает елку. А для меня он цитрусовый, цитрусово-елочный. И продолжает быть таким. Сладость, наверное, кокоса. Я говорю, какая-то сладость есть, но не ваниль. Значит, это же кокос. И, скорее всего, лаванда. Она меня очень всегда смущает. Никогда ее не узнаю. Я сказала потом, наверное, все-таки дорогой аромат. Потому что там вот начало вылезать из-под елок. То есть на мне сначала очень сильно раскрылась база. То есть кедр, который стоит в базе, он у меня вылез вперед. Как на руке, так и на блоттере. Чудеса твои. Не, господи, а парфюмер. Вот. Номер 12. Блоттер. Еще один желтенький. Номер 12. Чудно. Продолжаем испытывать мой нос. И странно. О! Здесь тоже что-то такое. Вот. Животный очень, писала. Красивый шлейф. С говнецом и розами. Ну, пардонте. Ну, какой он красивый. Вот как и тот один из предыдущих с жасмином с таким индольным. Ой, здесь говнецо прям вообще. Ут, наверное, и такое написала. Такая девчонка, говнюха. Красивый. Ну, с какашечкой внутри. Ну, ассоциации такие. Так. Что-то ореховое. Лилия может индолить или жасмин. Вот куда-то вот тоже вот похоже немножко. Хотя по-другому здесь индол звучит. Какие-то белые цветы. Думаю, чуть зелени. Как стебель цветка. Серая амбра может животиной отдавать. Мне нравится. Ну, что это, не знаю. Вот здесь тоже. Опять меня к муажу. К ассенизаторам. Ну, нет. Кто может вот так вот прям напористо сделать аромат такой? Это как революция. Переть против всех. Сейчас я вам здесь такой парфюм выдам. И вот посмотрим, насколько у вас смелости. Хватит такой надеть. То есть это испытание характера. Испытание характера. Тоже что-то ассенизаторское такое. Но цветы здесь есть. И красивые цветы. Мне пахнет вообще каким-то ландышем. Весенние цветы я здесь слышу. Когда весной снег сошел, растаял. И там вот и вылезло наружу. Под снегом. Вместе с цветами. И все остальное. Но он красивый. Я начала замечать, что во всех случаях, в этих ароматах, которые прислала Лена, то тот индол, который есть. Такие вот ассенизаторские всякие замашечки. Мне нравятся. Что со мной происходит? Ну, это, конечно, подборка у Лены. Такая ароматы интересные. Все, последний, 12 номер. Раскрываю. Смотрю, что это. Видишь, нашла я способ, как свои конвертики открывать. В прошлый раз научилась ножницами. Нет, тут нужен такой ножик для открытия конвертов. Что это? Это шарлатан. Шарлатан. Форт энд манле. Шарлатан. Говнюк. Вот прям вот шарлатан. Они все такие. Должен так пахнуть. Интересно. Смотрим. Груша. Темный шоколад. Шоколад. Да, вот второй раз. Там тоже, по-моему, был шоколад, который говнил чуть-чуть. Вот черный шоколад, наверное, вот у него есть такое. Трюфель. Да ладно. Трюфель. Земные ноты. Трюфель. Гриб. Дальше. Жасмин. Долит, наверное, да? Роза, ваниль. Амбра. Опять ваниль. Османтос. И сандал. Уда нет. Ванилька такая. И трюфель чуть-чуть. Что я здесь про него написала вначале? Животный. Очень красивый шлейф с гвнецом и розами. Так что роза здесь есть. Он очень красивый. Это совершенно не трюфель Форда. Не-не-не-не. Ну, это вообще, это что-то такое плотское. Это плот. Да, интересно. Индолит, жасмин. Белые цветы. Чуть зелени. Смантус. В общем, из всего этого мой самый любимый, тот, который я бы, может быть, даже осмелилась бы пить, потому что такой надо иметь в коллекции, это именно 12 номер. Я балдею от него. Вот от этого вот странного трюфеля. И знаете еще почему? Потому что здесь нет лаванды. Ну, смогу ли я его носить? Вот проба, как это сказать, проба характера. Посмотрим. Ну, все. Да, все. Присылайте, если хотите, мне свои слепые затесты. Сейчас пока получится только из Европы. Ну, в смысле, не только из Европы, из любой части мира. Ну, из России, к сожалению, сюда не получится мне вам прислать. Но можем поменяться. Я вам могу тоже что-нибудь интересненького рассказать. И могу даже погадать вам на ваших ароматах. Вы мне пришлете ароматы. Что-то у меня волосы здесь запутались. Вы мне пришлете ваши ароматы, а я вам расскажу, кто вы есть. Ну, это как гороскоп будет ваш. Так что, давайте, присылайте. Расскажу. А шарлатана возьму себе. Чтобы напоминать, будешь шарлатаном, будешь вот так пахнуть. Хотя он красив, конечно, невозможности. Все. Пока. До следующих встреч. Лена, привет. Привет.